ну вот ребята уехали на обед тут душераздирающие зрелище он собирают сразу все ящики а потом уже будут заниматься их развешиванием чего тут только нет у батюшки части они уже ножки на эту так туда высокая столешница получается они разложили что а вот это сейчас надо будет из-за картонки освободившиеся внизу тараканить чтобы не мешали здесь еще ничего пока собираюсь собирают корпуса кошка не оставляет надежды проникнуть свою комнату а тут все заставлено она ищет путь только что ее вот оттуда выуживали потому что зашла и не выйти пустите меня домой пустите домой ну как же мы тебя пустим за и закрыто все где бабули гали кошка у меня туда вам не закрыто все замуровали демоны кошка безысходности наконец заняла позицию рядом с нами на диване угомонилась установщики ушли напереку вот я тут могу зафиксировать первые результаты все аккуратненько происходит в отличие от старой кухни здесь все все ящики до стены и столешница туда а у той столешница была до стены а ящики не достигнули ну да молодцы купили недостающие петли вот такие которые купили да дай бог примерно вот так вот световая цветовая она будет вот такая но что-то похоже кошка измученная чужими людьми и всеобщим бардаком отдыхает у нас на диване и мы с мамочкой тут купуем ребята ушли оставили нас вот таким состоянием тут будет стиралка там еще ничего не делалось здесь они в итоге алюмишку поставили вот сюда потому на что наша не подходит по радиусу закругления форма среза другая алюмишку здесь сказали алюмишку не надо сейчас никто так не делает вот в итоге сделали кромкой ну тут что-то как-то еще косметически что-то должно обрабатываться сказал здесь как бы средств не очень красивый но сказал еще не обработано вот это самое посудомойка на месте шкаф под это дело на месте и что самое удивительное для нас радостная оказывается вот эта корзина наша она во первых конечно там пока не упираю упирается в трубу газовую но решили что они видимо завтра возьмут болгарку и просто ликвидирует три период этих перегородки на жесткость это никак не повлияет тем более мы тут особенно ничего тяжелого хранить не будем вот и она уже должна в принципе зайти зайти на нужную глубину это они как бы сделают с этой стороны алюмишка и получается что высота у нас такого никогда не было столешница надо этим самым нашим подоконником новых пока эта история алюминиевый вот этот сюда как его плинтус предложил распилить вот в этом месте на части сделать скругление в каждой ставишь по отдельности пусть здорово не кашлей вот ну цвет мне кажется ошиблись бедная животина наконец-то получила доступ к своему месту сама забрали сама туда забралась и запаковалась и запаковалась спи кошатина не будем у тебя беспокоить и так шоке целый день так ребята ушли на обед вот в таком состоянии сейчас у нас тут уже поставили фартук такие вот огромные у нас тут шкафы взят здесь уже даже этот самый плинтус воткнули пошли покушать такая вот история тут фасадом уже закрыли этим блестящим вот небольшая щель но мы туда вклеим вот это то что здесь у нас гибкий уголок туда засунем и не видно будет ничего а здесь еще будет тот самый наличник у нас не переживание тут саморезик посадили здесь саморез посадили туда тут будет этот самый плинтус прикроется то есть видимо они сейчас просто прикрутили когда за клей встанет они его вынут и закроют этим самым плинтусом ну дай бог алюминий вполне что здесь гармонично смотрится вместе с этим этим мрамором такая вот история какой стадии они решили сделать вот так не поперек вот так ну значит хватает место это самое отцепили розетку надо будет наверно выключить отопление ну да получается у них вот этот ящик получается левее они сюда решили его прижать потому что мы считали что здесь эта перемычка будет ближе к проводам ну в общем как как считают так и пусть делают люди опытные березы я не какие-нибудь и лопутные отрезай а это самое более-менее выровнялась вот эта щель более-менее как-то так начнется сейчас труборезание ну ладно ждем ребята пошли покурить а мы выбрались посмотреть вот ребята очередной раз пошли покурить а мы с мамочкой выбираемся посмотреть вот под мойку дыра готова кстати средства мы вам мы можем герметиком прозрачным не так как предыдущих что у нас тут вот добавился еще один даже два ящичка добавились сейчас решают вопрос видимо с этой самой сушилкой с вытяжкой видимо будут ее оставить до без этого без дополнительного потому что без дополнительного фасада потому что вот вырезали такой кругляш то есть она где-то здесь будет под этим самым под потолком под этим ящиком ну и слава богу повышена вот так будет нижний край норм как здесь выпилили под газовую трубу он тут еще не это не делали а здесь фасадик навесили так он будет открываться как тот так мойку закрепили посмотрю тут они сделали внизу тарелки наверху кружки это нормально так же как у нас было розетка тут где она электрическая это пока не знаю не видно видимо еще не вытянули а вот провода вытянуты там надо будет как-то и разместить получается что сейчас все это нижняя часть отключена будем подключать так вот опять перекур вот такая красота шаг болезнь вот ручки здесь при открытии утыкаются друг на друга смотрели не сильно это и в обратную сторону примерно так же но здесь даже этом совсем пофигу просто тут вот такой широкий проход получается ворочная плита уже стоит так ребята уехали осталось вот на завтра нам подключить газовые приборы воткнуть этот самый духовой шкаф вот теперь у нас о чем мы и не мечтали вот такой здоровый ящик для ложек вилок а это просто для чего-то ящик 30 этих самых сантиметров там левый он тут шланг надо будет газовщику завтра развернуть потому что в него она немножко упирается и не садится то есть мешает только этот шланг вот пока выдержка вот так приедет фасад они запилить сюда заглушку такой красивая вот электричество пока тоже отключена надо вот здесь не подпрыгнет он до потолка не подпрыгнет так вот он вообще до потолка не поднимется никак вот там конце надо их вагами перекоммутировать и поставить розетку для вытяжки вот здесь у нас просто ящик ну почему-то в эту сторону не знаю а почему в другую вот здесь у нас выведена это подсветка рабочей зоны я потом доведу до ума вот так вот у нас это сушилка еще одна полочка такая есть при желании наверное можно их как-то там ну куда-то использовать вот если надо будет вот вот это шкафчик который за угла очень емкий при открывании ручки упираются но тут как бы не особенно есть вариантов пускай пока так может быть со временем что-то переделай вот и вот такой ящик тоже достаточно емкий здесь вот боковина закрыта тоже этим как на фальш панели но фасад очень красиво очень красиво еще вот до бутылочница ну с нее проку не так много как могло бы быть ну поставить чистящие средства там всякие тари и все прочее место надо было чем-то занять машинка вот будет теперь вот так зазор примерно одинаковый со всех сторон что-то не тот мудрили регулировали ножки видимо чтобы она стояла как влитая вот здесь под мусор под мусор она будет еще слив не воткнуть через резиновую муфту это наша старая любимая посудомойка в новом обрамление ну вот собственно и все столик да ребята мацы столик сюда нам запилят отдельно когда доедет фасадик вместе отдадим вместе с фрагментом столешнице на 120 из него сделают нам столик уже в цвет наш вот вот как то так газа пока нет пойдем что-то греть микроволновки ну и ящик просто просто лютый длинный этот чё хочешь можно наложить я наконец-то потом мы уже с ними сроднились за два дня начал устанавливать на место розетки вот одну поставил второй блок поставил с выключателем потом и сюда подцеплю под фартук освещения вот а с нашим газовым штрафом получилось не неполадка не вредится пришлось снять фасад с этого ящика потому как он на полтора сантиметра ниже чем верхний край этой самой духовке то есть когда ребята будут делать наглушку вот туда они и этот фасад запилят на производстве у себя чтобы кромочки были фирменные вот сделают вот поменьше и прицепит назад потому что в такой конфигурации они получаются друг на друга наползают пока попользуемся вот так видишь через недельку нам доделают это все хозяйство туда и сюда ну вот подключил этом шкафчики вытяжку все коробочку на розетку не одел замучился целый час от ковырялся с этим провода толстые не гнутся ни шиша сделал через такие разветвители вот дозвое плита трещит вытяжка дует и плюс вот так еще она светит такой хороший белый свет приятный может быть да нет вроде не слепит а встань вот здесь вот тебе не будет слепить это самое по высоте ну просто подойдем посмотри прогресс да надо детей кормить ну вот так вот расположила розеточку для вытяжки пока клим очки соединяй соединяющие вот так может быть потом запихать их туда прямо в дырку и чтобы их вообще не видно было потом посмотрю может быть так и сделаю цивилизация после почти трехсоточного перерыва готовим на новой кухне на новой плите просто наверно будет так цепляю вот этот вот подстольный свет подсветка рабочей зоны столешницей две длинных лампы проводок уходят в ящик но выходит он за стенкой ящика тут я его с помощью жесткого медного провода протащил вот сюда сейчас я клемм клеммничками это все соединил за стенку и здесь может быть заклеив чем-нибудь и будет он у нас включаться вот этим выключателем следующий этап так вот клемм очки вот такие использовал самые компактные какие какие знаю сейчас их туда это окно затолкаю и никто о них не узнает потом так вот теперь подсветочка у нас работает отключатель здесь а подключение все ту дырку затолкал через белым заклеить и совсем никто не догадается а здесь это вот так потом надо быть герметиком и замыть холодильниру